ОЧАКОВ ТВ представляет Ну, почти А поподробнее можно? Если подробнее, то я прокурор Я просто сейчас вас увидела, я ему шепчу наук и говорю, здравствуйте, я говорю, не адвокат случайно Я прокурор Трактически угадала Честно говоря, сложная у вас работа Сложная, но очень нужная, вы знаете Согласен, с этим не поспоришь Закон, все-таки, согласитесь, это превыше всего Да, но его все нарушают Почему в России нарушают закон, как вы думаете? Потому что есть коррупционеры, потому что все решают, деньги Неважно, прав ты или нет, если у тебя не знакомые деньги, ты будешь на первом месте Потому что у нас в институтах берут взятки, врачи, вырастают ни хрена не врачами И везде так Ну, если вы это понимаете, что вы делаете для того, чтобы это каким-то образом искоренить? А вы за Россию или за Украину? Причем тут, мы сейчас ведь об этом не говорим вообще Ну, просто интересно А вы? За Россию, конечно Я за мир Да, тоже, чтобы не было войны Я вам так скажу Я один против всей системы не попру Даже когда вышел Как его назвали? Беземельный или как? Навальный? Навальный, да Вот когда вышел Навальный, он хотел что-то поменять Что произошло? Навальный тоже пидорасом оказался Максим? В итоге его хорошенечко побили Запяли в тюрьме Все, кто выходили на бунт, просто хорошенечко опидорасили Вот Как-то так Вы извините за мат Ну, мне не привыкать, вы знаете А такой вопрос А вы военно обязанный? Ну, как прокурор Или на гражданке? Нет, я уже вышел из возраста военно обязанный Служили, да? Я служил, да А в каком звании, если не секрет? Ну, я служил в срочную службу Я поняла Еще при Советском Союзе Просто видно сразу Я просто сама служила Тоже, я говорю, вот видно То, что Ну, слушайте, вот смотрите Вы говорите, власть там продажная Там и так далее Тут я с вами согласен А что вы для этого делаете? Чтобы бороться с этим? Я не говорил, что именно власть продажная Я говорил, что именно люди продажные Каждый думает о своей жопе Вот и все А могут быть продажные люди при непродажной власти? Нет, так не может быть Ну, так значит, власть продажная? Ну, где-то отчасти, да Значит, где-то отчасти прогнила система Вот я на следующем выборы Буду баллотироваться самовыдвиженцем Вот тогда мы с тобой В качестве кого вы будете баллотироваться? Самовыдвиженцем я хочу Ну, самовыдвиженцем Там начальника подъезда вашего Нет, ну, смотри Когда будут эти муниципалитеты выборы Что-что? В муниципалитеты, когда будут выборы А, а вы из какого города? Москва А, слушайте, а знаете, два депутата Горинов и Яшин Слышали таких? Нет, Яшин слышал Вот, и их посадили недавно Одного на 7 лет А другого на 8,5, соответственно Оба были депутатами Московского муниципалитета А за что? За что посадили? За то, что они нарушили закон Российской Федерации Статья 280 И они дискредитировали российские вооруженные силы Ну, правильно тогда Тем, что они... Конечно, правильно Они называли войну, которая идет в Украине Точнее, спецоперацию Они ее называли войной почему-то Понимаете? Ну, да Ну, все равно Блин, я вот считаю просто это Если ты русский в России Ты должен топить за свою страну Быть патриотами Вот эти все, которые, блядь, бежали Я бы их всех гражданство лишил Все, не надо их сюда пускать Совершенно верно Я тоже считаю Если вы живете в России Не важно, что делает ваше правительство Вы не имеете права его ругать Не имеете права его критиковать Вы должны всегда его во всем поддерживать Я тоже так считаю Вот, ну не то, что надо быть патриотом Да можно не любить там правительство То еще, ну Не-не, подождите С нелюбви к правительству Начинается предательство Родины Ну, нет, ну Родину Сноровно должны любить там Ну и все остальное Также все вот Те, кто критикует правительство Это предатели Родины Понимаешь? Да, ну вот мы лично На своем опыте убедились Что не имея денег Не имея денег В России можно с нуля Там с 35-40 тысяч построить бизнес Совершенно верно Не имея ни знакомых, никого Совершенно верно Россия это страна возможностей Да Конечно Поэтому посмотрите Загнивающая Гейропа, Америка Там по помойкам роются А в России люди шикарно живут Россия одновременно Очень хорошая страна И очень несправедливая Объясню почему Потому что Сколько случаев бывали То, что Людей сбивали На дороге Или что-то еще И за это не несли ответственность Это смотря С какой стороны посмотреть Если Посмотреть со стороны Того человека Который сбил То это хорошо возможно Как-то для него Но если со стороны Кого сбили Это плохо Подождите Если Вы же знаете Что в России Независимая Судебная система Если она не нашла Доказательств того Что виноват тот Кто сбил Значит он не виноват А если Доказательства Найдены Найдены Но Тут такой момент То, что Они просто не берут В счет Как это не берут Правоохранительные органы В России Вы знаете Работают честно У моего знакомого Был суд Он длился 5 лет В конечном итоге Его все равно посадили Посадили Не потому что Он был виноват А потому что У них были просто связи Я думаю Что он был виноват Потому что Судебная система Независима в России Вот дорога Вот дорога То есть Одна туда едет Другая сюда И вот Машина Которая отсюда ехала Она повернула На разрешенном месте Когда У этой стороны Горел красный свет Мотоциклист Вышел на бордюр Обогнал автомобиль И врезался В этот автомобиль Тем самым Умер Я понимаю То что Если человек умер За это нужно Нести ответственность Надо доказать Что это был красный свет Это значит Не доказали Не доказали Хорошо Когда российская Экспертиза Говорит То что он ехал 60 км в час И он умер Хотя когда Снимали шлем Там просто Пюре было И вы хотите Сказать Что это Ничего не подкуплено То есть Вы хотите Сказать Что российская Экспертиза Собрала Я не хочу Сказать Что российская Экспертиза Сорвала Я хочу Сказать Что Тут у людей Много возможностей Если у тебя Есть деньги И связи То теперь Проход Везде открыт Как это Везде открыт Если он Если экспертиза Не собрала Значит правильно Сделали Что посадили Человека Правильно Ну хорошо Ладно Давайте подумаем Вместе 60 км в час Это же Приличная скорость Приличная Приличная Если В лабаш В лабаш Врезаться Мотоциклист С автомобилем Каким образом Фара Может остаться Целой Это зависит От того Куда врезался Мотоцикл Под каким углом Был автомобиль Насколько далеко Была фара От точки Соприкосновения С частью Мотоцикла Вот его фара Вы не эксперт И я не эксперт Российский закон О Все Убежал Вот вам пожалуйста Я это называю Конкретно Точнее Я хотел бы Чтобы это был Когнитивный дезинамент Но у них В связи с отсутствием Мозга Когнитивного Диссонанса Не возникает Потому что Когнитив Отсутствует Эти люди Которые Он сейчас На частном примере Говорит Как несправедливо Устроено И он согласен С тем что Надо топить Всегда за власть Надо поддерживать Путина Надо поддерживать Фашизм В России Вот вам пожалуйста Простой пример Я сейчас Под Под российским флагом Захожу в Россию И вот вы видите Результат беседы Давайте попробуем Что-нибудь еще В этом ключе Кстати не забывайте Подписываться пожалуйста На все мои каналы Чаков ТВ1 Тоже выходят Ролики Регулярно И кто хочет Поддержать канал Подписывайтесь На патреон Я буду Благодарен Давайте Приятных Просмотров Продолжение следует